Попробуйте вы сами отсюда в школу ходить. Никакой транспорта, ничего нет уже. Уже 10 лет обещают. Вот здесь вообще государство ничего не делал, кроме газа. Дороги они сами строим, свет самопроводим, воду самопроводим. А вы где находите, вообще не знаю. То, что на сход придут одновременно городские и областные депутаты, жители не ожидали. Много лет горожане просят обратить внимание на их жалкое существование. Да все без толку. Первые дома в 190-м квартале были построены более 10 лет назад. За это время менялись Акимы, депутаты, строились новые микрорайоны, парки и скверы. Ежегодно ремонтировались дороги. Но только не в этом районе города. Здесь все неизменно, кроме пустых обещаний чиновников. Так и не дождавшись помощи, местные жители за свой счет отремонтировали ЛЭПы и засыпали центральные дороги гравием. Сегодня горожане требуют, чтобы и власти раскошелились. Сегодня здесь остро стоит проблема общественного транспорта, а школа находится в нескольких километрах от дома. «Власти нам не проложили ни дороги, ни электрические столбы. Все своими силами делаем. Сколько это может продолжаться? Есть кто живой из чиновников, кто будет дело делать, а не давать пустых обещаний. Мы же выбирали депутатов. А где они сегодня? Где их обещанные? Опять всех обманули, получается». Никто не обманывал. С дорогами поможем, уверяют депутаты. На четыре района Шимкента уже и 50 миллионов тенге выделили. На эти средства подрядные организации проложат 21 километр гравийного покрытия. И то не везде. Лишь там, где решит спецкомиссия. «О проблеме дорожного покрытия я рассказал заместителю Акима области Дархану Сатыбалды. Он пообещал оказать помощь в данном вопросе. Все работы будут проводиться согласно графику и плану». А депутаты городского маслехата в свою очередь обещают наладить работу общественного транспорта и заняться отловом бродячих собак и кошек. Правда, о сроках опять не звука.